всем привет хочу поделиться с вами историей ванды которую я купила 7 апреля то есть чуть больше месяца назад и была безумно счастлива потому что купил ее по оценке и ванда была на мой взгляд в отличном состоянии ничего не предвещало что будут проблемы но проблемы проявились где-то через неделю после покупки ванда напомню была отцветающей корневая система в отличном состоянии но что мне не понравилось через неделю я обнаружила что на ствольке начали гнить не гнить вернее ожелтеть листья близко к стволу эта ситуация мне соответственно насторожила и я что сделала отодвинула листья и обнаружила что почернение идет вдоль ствола так как ванда это моноподиальная орхидея также как и фаленопсис и если вот это вот получается точка роста и один стволик через который все как бы идет растет оно повреждено то это чревато тем что орхидея может вообще погибнуть в отличие от тех орхидеи которые симподиальные то есть такие орхидеи у которых не одна точка роста а есть псевдобульбы и почки на этих псевдобульбы которые дальше могут развиваться растения если допустим одна бульба погибла а есть еще несколько то как бы это растение вполне может выжить и восстановиться как бы не будет сложно это такие орхидеи как например из анцидиумных это котлеи это дендробиумы но к сожалению такие орхидеи как вот ванда и как фаленопсисы достаточно тяжело они поддаются лечению и реабилитации есть конечно положительный эффект но ванда скажем так не одна из легких смотрите что получилось в результате здесь я ведь это двинула листочки и вырезала до живой части вот стволик вырезала часть которая была гнила и посмотрите что осталось то есть осталось почти ничего дальше я это обработала фундазолом если это бактериальная инфекция что скорее всего фундазол там конечно мало бы помог потому что он фунгицид против грибковый препарат но я так думаю что не бывает чистой инфекции только бактериальной только ну в данном случае когда загнивание идет ствола то я просто слышала такой вариант от профессионалов что бактериальную инфекцию смысла лечить нету если не удалена пораженная часть в данном случае этот стебель вот поэтому я это все как бы не нужно и отрезала до зеленого стволика там думал что ничего не останется вот и замочила корни чтобы фунгицид проник в корни проник во все растения и предупредилась дальше проникновение инфекции если таковое было еще и плюс грибковая кроме бактериальной ну что скорее всего и было потому что там был наверно целый букет и что в результате я еще сделала значит я вот такой вот проволочкой фиксирую листья чтобы они ну как можно дольше оставались на растения питали растения дальше что появилось ну я думаю что вряд ли будет заметно видите красота неимоверно то есть точки уже вот это тоже можно убирать принципе он уже ничего не не питает значит немножко там дальше ближе к корзинке сейчас не будет видом что мелко мелко и тяжело подобраться появился новый корешок вот но если я так считаю что если вот здесь вот уже сильно истощенный это ствол и не идет питание я как бы не буду ничего сейчас ковырять если ну посмотрим что будет дальше и один из корешков видно что просачивается где-то вот здесь вот но это значит подтверждает еще что вернее подтверждает что что как бы рано не радуйтесь может проблема проявиться буквально там через неделю через несколько дней хотя ничего не предвещает эту проблему сейчас я это растение замачивая то через день все равно его поливаю тургор у листочков на мой взгляд особо не пострадал вот и посмотрим что будет дальше конечно радостью же от растения не сильно много приносит посмотрим тем более первая орхидея тем более по смешной цене но все равно хочется даже если она вот это как бы один из вариантов когда покупаешь по уценке ты не знаешь хотя и вне по уценке тоже можно получить такой вариант и ты не знаешь что что в результате получится что я еще слышала о вандах значит такой момент что если допустим у фаленопсиса все уже как бы листья отпали по какой-либо причине но остался точка роста остались корни то фаленопсис еще вот можно оживет пустит новый рост новые листочки то с вандой как бы делала стоит стоит иначе если у ванды потеряются все листья и останутся одни корни какие бы они красиво не были ничего как бы хорошего из этого не выйдет леванды листья это самое важное если вот останутся только листья а не будет корней есть еще возможность как бы и осени не сильно источены не сильно маленькой то есть вот это вот лесенка до елочка из листьев достаточно как бы хорошо выглядит то есть еще возможность что нарастут корни и можно это воскресить это растение вот вот такие вот у нас дела если у кого-то есть подобный опыт вот такой же по самой проблемы как реабилитировали ванду и есть какие-то успешные результаты то прошу вас писать комментарии буду рада если вы поделитесь своим опытом потому что можно опыт приобретать годами а можно просто у кого-то этот опыт позаимствовать и быстрее будут результаты как бы меньше будет потерянных растений и больше положительного эффекта на этом все пока